Океан таит в себе множество секретов и сюрпризов. Для нас это целый неизведанный мир. В нем обитают самые маленькие и самые большие существа, что делает его еще притягательнее. Вы на канале Завеса Тайн и сегодня мы покажем разных подводных существ, размеры которых поражают воображение. Смотрите видео до конца, чтобы узнать, кто же самый большой представитель водного мира. Вы все еще думаете, что краб это лишь изысканный деликатес? А как вам японский краб-паук? Он получил свое название от своих десяти конечностей. Каждая из них настолько длинная, что может достигать четырех метров в длину. Этот краб является самым большим представителем членистоногих на нашей планете. Насколько большим может вырасти этот монстр? В настоящее время рекордсменом является краб, размер которого достигает 3,6 метра. Его прозвали крабзилла. Он смог бы оседлать автомобиль. Конечно, не все представители этого вида такие огромные. Обычно японские крабы-пауки достигают одного метра в длину. Но в глубинах океана обитают и более интересные существа, которые ничем не уступают японскому крабу-пауку. Эту интереснейшую рыбу норвежские рыбаки прозвали сельдяной король. Но не подумайте, что сельдяной король – это один из сельдей, который в силу его знатного происхождения или за личные заслуги коронуют. Сельдяной король – особый вид полуглубоководных рыб и относится он не к сельдям, а к ремень-рыбам. Внешний вид этой рыбы настолько необычный, что некоторые люди даже не догадываются, что перед ними настоящая рыба. Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб. Самый крупный зарегистрированный король достигал длины в 11 метров. К сожалению, сельдяной король редко встречается людям в естественных местах обитания. Зачастую он попадает в объективы камер в метровом или полуметровом состоянии, в отличие от следующего представителя этого списка. Китовая акула. Самая большая в мире акула и вообще самая большая рыба из ныне живущих. Китовые акулы – огромные неторопливые существа, обитающие в основном в тропических водах. Когда вы слышите слово «акула», вам становится страшно, ведь акула может съесть человека. Но это не про этих здоровяков. Китовые акулы отличаются от большинства акул тем, что питается исключительно планктоном и мелкими организмами, и человек для них совсем не интересен. И поэтому многие дайверы любят плавать и нырять вместе с акулой. Самая большая китовая акула имела длину 12,5 метров, хотя имеется свидетельство об экземплярах, достигающих 20 метров. Ну и самое гигантское существо практически по всем параметрам – это уникальный в своем роде синий кит. Наверное, это одно из самых гигантских существ, живших на нашей планете. Его огромный размер производит сильное впечатление на всех, кто его видел. В среднем длина синего кита составляет 22-23 метра для самцов и самок. Но как и везде, есть рекордсмены своего вида. Длина самки, пойманной китобойми в 1962 году превышала 33 метра. Чтобы вы лучше понимали, какой это гигант, только один его язык весит 4 тонны, а сердце – 700 килограммов. Но синему киту не хватило всего лишь длины, чтобы стать самым большим во всем. Кто же это существо, которое опередило его? Сейчас узнаете. Наверное, вы подумали, что какая-нибудь медуза, но это далеко не так. Самым длинным существом на нашей планете является червь под названием Линиус длиннейший. Длина этих червей может достигать целых 60 метров, что и делает их почетным носителем своего имени. Да, этот червь не такой большой, как синий кит или любой другой из этого видео. Но представьте себе, его длина с 18-этажный дом. Это просто невероятно. Как думаете, в будущем кто-нибудь побьет рекорд этого парня? Поделитесь своим мнением в комментариях, нам будет интересно почитать. А также нажимайте на красную кнопку подписаться и не забывайте про колокольчик, чтобы смотреть наши видео первыми. Еще увидимся!